Промка, друзья! Сегодня мы посмотрим мощный киберспортивный матч между двумя супер достойными игроками высокого уровня игры. И при этом я вам покажу, как меняется мода в третьем Варкрафте. Понимание того, как и чем нужно играть у, казалось бы, тех игроков, которые ассоциируются со стабильностью. Но ничто в этом мире не стабильно и все меняется. Даже излюбленные стратегии игроков. Хэппи, игрок Занежить, очень известен тем, что он играет одним и тем же. Это не так. Я всегда это говорил. Это не так. Но при этом действительно сам его игровой стиль предполагает то, что он играет одну заученную, да, какого-то прям автоматизма, роботического автоматизма, компьютерного стратегию. И потом меняет ее, адаптирует вследствие того, что происходит на карте. И раньше всегда он первым героем брал Рыцаря Смерти в 99% матчах. Тем не менее, сейчас пришла новая мода, которую придумали китайские игроки Занежить. И Хэппи берет это на вооружение и числялась почти в каждом матче, по крайней мере против Альянса точно. Он берет Лича первым героем. Невероятно гибкий персонаж, который дает больше в плане агрессивной игры. Потому что он сам стреляющий герой, который умеет, как вы можете понять, стрелять, а не стоять на месте. И, соответственно, он может из-за этого наносить больше урона, плюс новая есть, которая позволяет контролировать противника, замедлять его, наносить урон и при этом наносить урон по площади. Плюс еще можно взять быстро второй уровень, у тебя будет ритуал, у тебя будет больше маны и больше новый. И, соответственно, из-за этого на ранних этапах игры герой может сделать больше, чем Рыцарь Смерти. Продал свиток телепорта и ставит дополнительную базу. Вследствие изменения баланса последних пяти лет в третьем Варкрафте, нежить превратилась в ту расу, которая очень легко может ставить дополнительную базу, очень легко ее защищать. Если при этом, соответственно, как-то есть предрасположение в рамках внутриигровой ситуации. Романтик его оппонент это очень сильный игрок за Альянс, который многократно становился одним из самых главных звезд крупных турниров. Доходил до плей-оффов, чемпионатов мира и так далее, и так далее. Очень молодое дарование, вроде там 24 или 25, сравнительно со всеми, он реально молод. Ну и показывают неплохую игру, как минимум. Сейчас он точно один из сильнейших игроков за Альянс в мире, потому что на самом деле их почти не осталось на высоком уровне игры. Но, тем не менее, он хорош. Талисман жизненные силы выпадает обоим игрокам, обратите внимание. Лич тем временем ставит зикурат, прокачивает его, ставит проклятую шахту, бежит на магазин. Ждет 250 золотых монет. Хочет купить сапоги для того, чтобы не было возможности окружать как-то его героя. Иллюзия от романтика отправляется для того, чтобы посмотреть, что происходит. Хэппи что-то заметил, отменил строительство шахты и убегает. Потому что решил, что может это настоящий, но это не так. Тем временем сам Лич прибегает. И как видите, то есть он параллельно типа ставил базу и параллельно еще отменил вражескую базу. Это все потому, что это Лич, рыцарь смерти. Настолько эффективно действовать вряд ли смог бы. При этом еще погибло 4 рабочих суммарно, как я понимаю. Да, вот это вот четвертый будет серьезная потеря. Много опыта для Лича. Возвращается он домой для того, чтобы купить посох телепорта. И летит домой для того, чтобы защитить базу. Тем временем прибегает Романтик с третьим уровнем и вторым элементалем на то, что планировалось как дополнительная база. Хэппи понял, что он не сможет защитить эту нерубскую башню и продает ее для того, чтобы вернуть хоть какие-то ресурсы себе. Ну и как видите, оба игрока не смогли поставить дополнительные базы. Но при этом потери выше в теории для Романтика. Потому что он потерял 4 рабочих, в то время как Хэппи потерял только Зикурат прокачанный. Ну, возможно, по ресурсам это примерно одинаковое на самом деле. Но тем не менее. Т2 пока никто нажать не может. Пытается через Нову окружить как-то Архимага. У него нет сапогов, поэтому он медленный. Нову замедляет скорость передвижения. Но как видите, Дед смог убежать. Очень много пехотинцев тем временем у Романтика. И он пытается этим как-то пользоваться, сбежать. Там всего лишь одна нерубка, поэтому всех не замедлить. Один вородолаг в итоге погиб. Это плюс 40 опыта для Архимага. Ну, тут, кстати, если что, с перчатками, с манти-интеллектом. Поэтому он может уносить много урона. Элементали пытаются что-то делать. Обратите внимание, что Хэппи специально атаковал нового элементали. То есть он запомнил, кто из них новый. Для того, чтобы не атаковать старого. И чтобы не рисковать, что он может быть рассеян со временем. Третий уровень у Рича есть. Вторая нова. Соответственно, сейчас он будет уносить еще больше урона. Параллельно Романтик пытается поставить дополнительную базу. Хэппи ему вмешает. И атакует. Убивая от рабочих. Их не дает возможность поставить. Некрополь. Делает Т2. В то время как его оппонент делает базу. То есть, грубо говоря, Хэппи сделала ставку на технологии. Но это, само собой, может сработать. Дополнительные вурдалаки. Параллельно вурдалаки, как видите, тут бегают. Но он как бы задерживает строительство базы. Романтика. И это уже, само собой, достижение. Но там магическая башня готова. Смотрите, как круто Романтик контролит. Стопит вражеского вурдалака. Для того, чтобы его убить. Сможет ли он таким образом его убить. Нет, все-таки вурдалак выбежал. И, судя по всему, сможет выжить. Как-то элементарно. Просто так отдает кучу опыта. Лечу. Отдает. Хочет купить что? Продал перчатки скоростью. Купил сапоги. Для того, чтобы быть быстрее. Ну и базы в итоге у Романтика однозначно будет. При этом ему осталось накопить еще немного золота и дерева. Для того, чтобы перейти в следующий тир. Но рабочих у него на дереве мало. Потому что он потерял много рабочих в процессе всей игры. И Лич пытается немного прокрепиться. Жезу похищения маны. Выпал. Достаточно прикольная штука. Потому что объединяется с ритуалом. Теперь у него будет много маны на ранних этапах игры. Для того, чтобы новые атаковать. И Романтик. Кстати, это чей вард? А это вард хэппи. То есть он видит, что тут база готова теперь полностью. Есть магическая башня. И что тут находится армия. И он теперь может использовать эту информацию в свою пользу. Сразу же нажимает R2. Не так поздно на срам. На самом деле, конечно, значительно позже оппонента. Но у него есть дополнительная база. Теперь нужно поставить магазин. Теперь нужно поставить лесопилку дома. Кузинцу. Ну и в общем заняться технологическим развитием. Щиты интересно прокачаны. О, магазин сразу же ставит. Прямо сейчас он не нужен. Но нужен будет потом. Хэппи пытается как-то прибежать. Поубивать рабочих. Потому что он знает, что там только магическая башня. Никаких стрелковых башен нет. Поэтому врудалакам мало что угрожает. Но тут большая пачка пехотинцев. Потому что романтик предполагал, что такое может произойти. Он параллельно еще контролирует вражескую базу. То есть он защищается. И не дает возможность противнику экономически развиваться. И теперь романтику нужно играть от обороны. И тянуть время для того, чтобы добыть побольше ресурсов. Строит лесопилку. Для того, чтобы ускорить дерево добычу. Это как раз то, что ему не хватает. Уходит налево. То есть он предполагает, что оппонент вернулся и уже не будет ничего делать. Т3, бойня и рыцарь смерти. Тем временем лич прибежал. Новый, я так понимаю, да? Двух рабочих уже убил. Может попытаться атаковать здесь работника. У него красное здоровье. Ой-ой-ой, неужели пехотинец умрет? Так он отходит и будет. Да, тычка и не убьет, да? Да, 4 хп осталось. Сколько он? 32 урона... 31 урона в среднем наносит. 31. Минус 11 процентов. Ну то есть где-то 28 урона. А там было 30 хп как раз. Вот и все. Броня в итоге спасла жизнь пехотинцу. Лич тут тычкуется. Оба на сапогах. Ну так-то лич тут много урона получает. Ну и архимаг отхватил. На самом деле. И он должен отойти. Крошера нанял все-таки. Для дополнительного дерева. Талисман жизненной силы. Фига, дед крепкий. 875 здоровья. Вы просто посмотрите. На это 300 здоровья суммарно дополнительного. Опять же смотрит, ездили дополнительная база. Горгулью нанимает. Он предполагает, что будет, судя по всему, дирижабль. Он предполагает, что будет дирижабль. Но дирижабля нет. Тест как-то разобраться. Элементаль. Отменил горгулью. Понял, что это не дирижабль. И заказывает паука. Потому что он увидел, что враг убежал. Если он враг убежал, значит он не в дирижабле. Если он не в дирижабле, значит дирижаблей не было изначально. Ну типа очень умный. Рабочих убивает. Неплохой кач. Четвертый уровень реча. Он прокачал второй ритуал, кстати. Поэтому маны будет много. Статуи отправляются. Это три скоро будет. Это, соответственно, будут сфинксы. Будет сфера. Максимально быстро стараются. Тут уже Т3 заказывается. Ого, как много башен ставят. Обычно большое количество башен назначает танки. И романтик известный. Танкодел. Танкофил. Танколюб. Потому что он еще года 2-3 назад, когда соревновательный Warcraft начинал расцветать. Он показал, будучи как бы таким андерграунд игроком в этом плане. Андерграундную стратегию. Стратегию с танками. Что танками можно побеждать. И танками побеждал даже Хэпи в том числе. Буквально все считали, что танки это бесполезный мусор. Он показал, что мусор, но иногда им можно побеждать. И обычно большое количество башен означает танки. Потому что если ты делаешь танки, тебе нечем защищать базу. Значит, нужны башни. Но посмотрим. Не факт. А он ставит вторую казарму. Окей, уже не факт, что танки. Горный король вторым героем. Горает на защиту здания. Дополнительной базы нет. Пытается немного прокрепиться. До пятого уровня прокачать было бы приятно. Есть Т3. Грейт с финксом. Ярость вурдалаком. Срывает армию. Армию идет в атаку. Второй рыцарь смерти будет. То есть вторая аура. Вполне себе не дурно. Руны наручи выпали с этой точки. Есть второй уровень. Есть аура. Стало чуть проще. И берет темно... Нет. Питворда. Для пуша, да? Для огненного дождя. Для того, чтобы немного запушить оппонента. А тут тем временем атакуют магазин. Без магазина нельзя будет заказывать статую. И на Грейт на сфинкса готов. Магазин это самое уязвимое здание на базе нежити. Именно поэтому очень часто... Здесь тут венец богородства взял. На поске телепорта... Точнее, на свитке телепорта возвращается обратно. Ничего себе. Видимо, точно хочет защитить базу. Три скоро будет. Две мастерские. Две казармы. И при этом мастерские внутри. Ну да, это вертолеты рыцари. Возвращается. Хочет немного закрипиться. Опять же, рыцаря смерти до третьего раскачать было бы прям совсем хорошо. Там выпадают и стреляющие ворды. Для криппинга. Но он его продает, потому что у него уже есть статуи, которые восстанавливают здоровье. А дополнительное золото, учитывая, что дополнительной базы нет. И он потратил ресурсы, чтобы построить шахту. В принципе, норма тема. Но он понял, видимо... Я предполагаю, Хэппи понял, что он не запушит. Или если и запушит, то не выиграет этим пушем. И он решил сыграть в контр-экспанд. У него сильные герои. Это компенсирует его экономическое отставание. Зато у него технологическое преимущество есть. Авиарий? Ого. В смысле, грифон? Это как типа за орков ты строишь зверинец и сделаешь... Делаешь одну виверну против орка... Против андеда. Типа потому, что сетку не хочет качать андед. Но там же вертолеты будут, поэтому сетка в любом случае будет. Но грифон это необычно. Это дорого, это необычно, это нестандартно. Грифон статуи будет хорошо пробивать. Вурдалаков будет хорошо убивать. И типа в теории, как бы, видимо, идея в том, что у тебя так много вертолетов, что пауков с сетками не хватает на грифонов. В теории грифоны норм летают. Параллельно пытается закрепить красную точку. Пехотинцев спокойно отдает. Как вы видите, уже два тут погибло. Но просто пехотинцы сейчас это мясо ненужное. Палаладин третьим героям. Артефакты пока никакие не купил. А, там тут в магазине став есть. Окей. Огненной сферы пока нет. Надо будет купить. Аура рыцаря смерти выпала. Штука невероятно полезная для Альянса. Потому что Альянс крайне медленная раса. И как раз любая аура на скорость передвижения очень сильно помогает. Лич хорошо запакован. Плюс 14 к урону. Плюс еще плюс 5 от сферы. Так что суммарно. Плюс 19 к урону. При этом еще 3 смажерные силы. Поэтому он крепкий. Опять же без него было бы 525 хп. Не, подожди 625 хп. Реально мало. А так он крепкий. Рыцари. Реально 3 грифона даже. То есть много грифонов. Но не заказывает вертолеты. Пытается докрепить эту точку. Романтик все видит. И поэтому он знает, что если враг справа. Значит он может сюда подойти. Атаковать Акалитов пока нет защиты. Минус Акалит раз. Минус Акалит два будет. Обратите внимание, что замедлил обоих героев. Ну, минус 2 Акалита. Может быть третьего даже заберет. Сейчас когда молоток будет. Вот еще молоток. Минус 3 Акалита. Проблема в том, что если он уйдет отсюда со свитка. То это значит, что он потратил больше золота, чем убил оппоненту. Но зато он не дал возможности до конца закрепить красную точку. То есть не все погибли. Шлем доблести для Питворда норм. Потому что дополнительное хп, дополнительный урон, дополнительная скорость атаки. Окей, он забрал четвертого Акалита. Блин, если бы он этого паука забрал, было бы совсем круто. Ну да, для Питворда шлем доблести топ. Особенно если он прокачает клиф нормально так. Штука полезная. Кольцо регенерации. Хорошая для смерти. Для того, чтобы держать себя как-то в форме. И жить. Рыцари-грифоны. Без вертолетов. Что это вообще такое? Ну из хороших новостей, это то, что у грифонов и рыцарей один грейд на атаку. Вот он заметил грифонов. Сетку в теории он сделал против вертолетов. Потому что он видел вертолет. Ему нужно спасать как-то от сфинксов. Три статуи, поэтому сфинксы точно планируются. Неужели он не сделал сетку? Не поймал. Может быть далеко был просто паук. Рыцарей реально много. 2-1 грейды. Очень хорошие грейды. Гордный король далеко. Третьего уровня. Ману забрали у горного короля. Только на один молоток хватит. Но он только один. И при этом только первого уровня. Поэтому он вообще ни о чем на самом деле. Три статуи. Но не могут подняться в сфинксов. Вот в чем проблема. 1-0. Улучшение. Там 2-1. Еще. Третий грейд на атаку вертолетом. Точнее грифоном и рыцарем. Крошера взял в бой. Такой дорогой юнит. Тоненький. И дерева при этом у романтика не то чтобы много. Он сейчас просто шумрет. Ну да. Странное решение. Крошера в бой было брать. Наконец-то заказывают кучу вертолетов. Но забавно почему только сейчас. Почему не заранее. А там 2 сфинкса. При этом вертолеты без грейда на атаку. Оп-оп-оп. Угненный дождь хорошо заходит. Войска вступили в бой. Как видите. Опять ману забрали у горного короля. Через же звукохищение. Есть ли еще? Нет. Все закончилось. Пытается пол-1 пробить. Если бы нова зашел в пол-1. Он был бы почти мертв. Поэтому наверное все таки. Зря он рыцаря кинул. Очень хороший огненный дождь. Прям в такую серьезную толпу врага. Одна статуя погибла. Пытается через грифонов следующие забрать. Сами видите как статуя страдает. Третий уровень репетворда. Второй огненный дождь. В толпу врага. При этом еще по вертолетам попадает. Что сверх выгодно. Вертолет очень побитый. Они пытаются отойти. Но в итоге эта битва крайне невыгодная была для Альянса. Он почти мало что убил. Разве что бурдалаков. Но это мясо. И при этом он потерял вертолеты. У него все красное. У него один став. У него два става. Потом в теории он может... Ой-ой-ой-ой рыцарь. Успеет. Успел ставнуть. Иначе был номер. Хорошо. Вступили в бой. Да. Пятый лич. Третья нова. Второй койл. Свиток исцеления есть. Две игрушечные башни купил. Купил свиток исцеления. Жезу иллюзий. Тут хочет что? Перчатки скорости. Купил свиток исцеления. Он хочет тут базу у тебя поставить. То есть он купил две игрушечные башни. Собирают тут какое-то стартовое укрепление поставить. И при этом вурталак это все спалил. Как в тему, да? Гении мыслят одинаково. А у рыцарей тут прохода нет? Да, у них нет прохода. Они выйти отсюда не могут. Мне приятно. Ставит башни. Сфинкса ваш три. Первый играет на атаку. Второй будет сделать. Второй делается. Отлично. Три-один рыцари. Три-ноль грифоны. Ноль-один вертолеты. Ну и башни тут падают. Без проблем. Ага. Все это время не было зениток. Ну в принципе, раньше и сфинксов много не было. А сейчас их много. Поэтому сейчас в первую очередь зенитки нужны. Которые позволяют атаковать по площади. Съел вурталака. Вурталак просто это мясо. Который занимает лимит и ничего не делает. Паладин все еще первый. Горный король все еще второй. Нужно срочно попытаться прокачать своих героев. В итоге рыцари не могут пройти. Это восемь лимита просто бегают. То есть 72 по факту у романтика. Пытается пробить дополнительную базу прямо сейчас хэппи. Дополнительная база у него самого работает. Вертолетами пытается как-то сбоку залететь, судя по всему. То есть на сфинксы, на сфинксы, на сфинксы. Ну и теперь все сетки тут. А что армия тут сверху? Слишком далеко. Вертолеты какой-то урон там наносят, конечно. То есть один сфинкс сейчас умрет такими темпами. Убьет, да? Один сфинкс мертв. Вертолеты свою работу делают. Цветок исцеления прожали. Грифоны пытаются в мурии пролететь. Грифонам нужно статую атаковать. А там поднялся. Очень не всему. Иллюзии на Лича для того, чтобы они танковали какой-то урон. Грифоны в итоге в сетках. Вертолетов почти не осталось. Романтик понял, что что-то пошло явно не по плану. И просто прожимается и так телепорта возвращается домой. И в итоге он тут всей армии застрял. Но он должен... Да, он заметил. Ферму пытается уничтожить. Ставфы от раненых. И в итоге опять же на дополнительную базу опять идут в атаку. Все еще горный король и палатин не прокачаны у Альянса. Это вечная проблема Альянса. И преимущество Нежить. И Нежить быстрее качается в этом матчапе. У Нежити очень сильные герои. У Альянса тоже сильные герои в этом матчапе. Архимаг, горный король, палатин. Это мощная комбинация. Но есть они прокачаны. А обычно качаться негде. Потому что Альянс страдает, как всегда. Это путь. Это дзен. Это дао. Страдание. Строят ферму, потому что были уничтожены. Есть сопо и блок. Магазин есть. Нужно продолжать добывать золото. Золото, кстати, скоро закончится. Но дополнительная база у Хэппи с другой стороны вполне себе работает. Горному королю срочно нужно дать третий уровень. Акалит смотрит. Есть ли тут база? Видит, что нет. Идет на красную точку, докрипится. Он знает, что там есть крипы. Крипы. Можно дать третий уровень смерти. Побольше опыта, чтобы он приблизился к четвертому. Чтобы была вторая аура. А где Петя? А вот Петя. Четвертый уровень тоже не помешает для того, чтобы был второй клив. И черный порох наконец-то заказывает для вертолетов. Норм тема. Что он хочет в лаборатории? Просвет? Ну вообще, узнать храм проклятых есть литний. Он посмотрел, есть ли база снизу справа. Видит, что нет. Спокаивается. Неуязвимость. Неуязвимость. Свиток исцеления. Свиток телепорта. То есть у всех героев есть как-то возможность спасти их. Так, вертолеты. Сразу сфинксов. Сфинксы в разные стороны. Чтобы зенитные орудия не работали. Свиток телепорта у лича. Очень хорошая драка для альянса. Прям замечательная. Сфинкс выжил в итоге. Если бы он умер, было бы неприятно. Кстати, 2-2 грейды. У пауков и сфинксов очень мощно. Тут бы сделать одного аббуменейшена с чумой. Было бы норм. Вставает раненых. Включай вертолет. Вертолет быстро восстановится и вернется в бой. Хочу что-то в магазине. Опять же, неуязвимости. Свитки исцеления. Все это очень сильно помогает. Свитка телепорта, кстати, нет. У паладина неуязвимость. И лечение. 2 стафа. Свиток исцеления. Но нет свитка телепорта. Очень позиционная игра в итоге началась. Хочет поставить дополнительную базу. Потому что шахты заканчиваются. И затем нужно что-то делать. Через 30 секунд заканчивается основная шахта. Через полторы минуты закончится дополнительная шахта. И явно нужна дополнительная база. Ну, типа, уже никуда без этого. Дерево, правда, катастрофически не хватает. А почему не хватает? Потому что крошера отдал. Крошер явно должен был остаться. И, кстати, это очень важный околид был. Потому что за счет него горный король взял третий уровень. А паладин второй. И паладин, кстати, ауру прокачал. Ничего себе. Обычно все-таки через неуязвимость играет. Когда это такой паладин третьим героем. Дерево катастрофически не хватает романтику, конечно. Он заказывает юнитов дополнительных. Потому что он может выйти. Позволите выйти в красный. Потому что на золото все равно почти не добывается. Потому что золото уже почти не осталось. Вертолеты круто заходят. Сфинксы в одной толпе. Вертолеты могут огромное количество урона нанести. Вы просто посмотрите, что происходит с этими сфинксами. Они разваливаются. Но в итоге не до контроля. Романтик не сказал атаковать уже раненого. В разные стороны пытается зайти. И Грифоны. Блин, Грифоны реально. Это новое что-то в этом матчапе, конечно. Романтик небольшой новатор в этом плане. Но посмотрим, насколько это эффективно в рамках этой игры. Вертолеты быстро заканчиваются. Очень быстро. А сфинксы выжили. Ну, два сфинкса осталось. Нужно новое. Но Вертолетов еще много. Питворд в итоге быстро умер. Но это не ключевые герои. Главное Лич и Деснайт. Это мама и папа. А Питворд это так. Это дядя. Возможно, даже не родной. Возможно, даже и не дядя. А любовник. Но, тем не менее, как бы он не ключевой, скажем так. В итоге гонят в хейпе на его базу. Очень круто работает все-таки стратегия романтика. Вертолеты круто работают. Грифоны неплохо урон наносят. Ну, то есть, как бы в целом гонит. И при этом паладин почти уже третьего уровня. То есть, скоро будет второй свет. Ставфа, если что, есть. Поэтому спасать раненых можно. Дополнительная база, если что, есть. И ждет дерево для того, что тут поставят дополнительную базу. Но дерева просто нет. Реально. Его просто не хватает. Такое чувство, что не сделал грейд на добычу дерева. Да, он не сделал грейд на добычу дерева. Потому что он нанимал крошера. А крошера он отдал. Короче, я не знаю. А дача крошера, то это было мега странно. Он из-за этого сейчас базу не может поставить. Он из-за этого сейчас юнитов не может заказывать. Потому что он копит дерево на базу. Потому что золото есть. И тут сейчас рабочий погибнет. У него не будет база. Ну ладно, если он поставил бы их раньше, он бы все равно не поставил бы в базу. Потому что базу бы отменили. Хотя. Он бы рядом был бы. Корочефик его знает. Рабочий сейчас умрут. От нового. Да даже без нового решила ману не тратить. А у нежити, если что, работает шахта. Еще 5 минут будет работать. Даже чуть больше. 5 с половиной. Так, молотком. Зря полечу, наверное. Телепорт есть, кстати. Телепорта нет, кстати, у нежити. Поэтому надо будет на ноге уходить. Сфинкса пытается убить. Сфинкса преследует. И он, скорее всего, умрет на самом деле. Паука пытается преследовать. Что очень хорошо получается у романтика. Сфинкс умирает. Четвертый уровень у горного короля. Грифон. Кроу-то очень ловят. При этом еще у Грифона нет же грейда на броню. То есть у него нулевая броня. То есть если по нему стреляет лич, это минус 4 брони. И куча дополнительного урона. Хотя там аура по 1, а поэтому минус 2 брони. Окей. Но все равно это дополнительный урон. А вертолетов явно не хватает. Ну и как бы, помните, ключевое правило третьего Варкрафта. Не сражайтесь с нежитью на базе нежити. Никогда. Разве что вот здесь вот можно. Потому что тут как бы мало всего. Ну и да, шахту нужно убивать. Типа за что тут сражать? Тут ничего нет просто. О, кстати, реально заказывают поганища и абуминашны. Поганища и чумной облока. Чума. Идет снизу справа. Смотрите, есть ли база. Ратушу пытается сделать параллельно, пока воюют. Том и Люзи бегают. Пытается отойти. На самом деле одного рыцаря сюда можно отправить. Акалитов атаковать. Если принимать сражение. Но, видимо, он не хочет принимать сражение. Это от Кои у Буа. Пытается отойти. Кстати, если что, купил древнюю чангу выносливости. Которая объединяется с аурой рыцаря смерти. Поэтому мне же значительно быстрее альянса. Клэп второго уровня. Все под замедлением. Все медленнее атакуют. Рыцари пытаются по-быстрому разбираться с пауками. Личи, если что, без ледяной брони. И это одна из причин, почему рыцари такие эффективны. Потому что обычно пауки все или большая часть под ледяной броней. И рыцари их еле-еле пробивают. Ой, окружение какое мощное. Но там нажали неуязвимость. Горный король. Маны у паладина больше нет. Но есть став. Будет ли спасать. Да, спасает горного короля. Он выживает. Неприятная очень смерть рыцаря. Войска вступили в бой. Ну, в целом. Романтик вроде как неплохо сражается. И у него появилась база. Это важный момент. У него наконец-то появилась база. И он видит, что базу дополнительного противника нет. А там только 5 минут осталось. Точнее, 3 минуты. Там же 600. Господи. Что-то я... Ну, короче, математика. Я плохой математик. Да. 600 золотых минут добывается. Значит, тут меньше 3 минут осталось. В итоге стоит рыцари. О, нет. А, это горный король. И дает возможность пройти. Типа такой, знаете, встал. Такой, браток. Ты пойдешь только со мной. Есть стафы. Не, ну рыцари... Очень сильны. Если у противника нет сфинксов. Там, правда, хорошие герои. И личик скоро 6-й будет. И он возьмет ледяную броню на 6-м. Но это уже надо. Это уже надо. Снова. Горный король наконец-то вернулся. Можно кидать молотки. Пауков нужно забирать. Зря он, наверное, кидает молотки в героев. Они вообще не ощущают это, скажем так. А вот пауков атаковать. И контролировать, чтобы рыцари могли подойти. И по-быстрому забрать. Пока там нет ледяной брони. Вертолеты сзади ждут, когда сфинксы появятся. На самом деле, они могут подлететь, чтобы впитывать в себя урон. Но терять кучу вертолетов тоже не особо хочется. Хойл. Так, паук. Просто умер. Ой-ой-ой, поймали. Это будет 6-й. Ледяная броня. Ледяная броня. Уверен. Вряд ли третий ритуал. Нет, ультимейт взял. Смотри. Чтоб базу побыстрее пробить. Такое. Не уверен, что это хорошая идея, если честно. Потому что для него проблема это вражеская армия, а не здание. Наверное. Так, нова пытается работать по паладину. Потому что у паладина нет никакой защиты. Тут нет магазина, чтобы купить зелье лечения. Манна на молоток есть. Можно кинуть и кого-то забрать. Там Койл залетел. Огненной сферы нет, кстати, да? Да, не купил огненную сферу до сих пор. Это ошибка. Потому что она срезает часть лечения от Койла. Очень полезно. Тут рыцарь. Можно сюда побежать. Но там шахта почти закончилась. Поэтому это все не важно. Как же нова залетает в толпу хорошо. Кошмар просто. Как же Shadow Hunter какой-то был бы полезен для Альянса в такой ситуации. Чтобы лечение по площади было, а не по одной цели. Магическая башня падает. Опять и нова, и нова, и нова, и нова, и нова. Итоги как бы сыпется армия. Потихоньку. Просто от нова. Чисто за счет леча. Еще рыцарь смерти. Сейчас пятый возьмет рабочих. И будет третий Койл. А там работяга спряталась. Вы видите работягу? А он есть. Вот таки дополнительная база падает. Ну и вот таки оба игрока без ресурсов. Есть рыцари. Вертолет этот он сохранил? Да, есть. Невоязвимость. Передал другому герою. Покупает новому. В итоге очень круто сейчас это контролирует хэппи. То есть у каждого героя есть невоязвимость. Это супер важно. Шлем доблести передал питу. 1150. Очень много урона. Сколько это? 42 плюс 7. 49 урона в среднем по почте. Не по почте. Будет по почте, когда третий уровень возьмет. Упливо. Ну тут конечно крик был бы уже приятен. Один он тоже приятен. Потому что комбинируется с новой урон по почте. Прикольное окружение рыцаря смерти. Нажимает тут невоязвимость. Светокисцеление. Какое-то нет. У альянса. Ставхает рыцаря в последний момент. Ставхает еще одного рыцаря. Но больше ставхов нет. Нет, есть еще один ставх. Просто не успел использовать. Третьего рыцаря ставхает. Очень много всего спас. Но остальных рыцарей как спасать? Лечение. Старается. Раненых рыцарей отводит. Пауков будет забирать. Светок телепорта прожимает рыцарь смерти. Потому что понял, что если он это не сделает, то может слишком много потерять и уходит. А тут три рыцаря просто устанавливают. Прикиньте, три спасенных рыцаря. Как это много на самом деле. И при этом они до фула сейчас установятся. За счет чумного облака это займет чуть больше времени. Они восстановятся до фула. Дополнительную базу сверху слева поставил хэппи. То есть у него сейчас есть золото добычи. При этом в зеленом лимите он получает все золото. Акалиты бегают для ритуала. Вертолеты за всем палят. И так как у хэппи нет летающих юнитов, то он и не видит их. Ну, то есть, видите. Теперь видят, потому что они над лесом. Не над лесом. То есть они с краешку. Или как, подожди. Ну, да, видите, идет. Толпа рыцарей. Ну, посмотрим. Блин, опять по героям фокусит. Пауков бы забирать. Ново. Ну, типа, все правильно. Если не потеряет героев, то это все. Но просто пауков гарантированно можно убивать. Видите, как они сыпятся. Съел для того, чтобы не дать опыт. Потому что коронный король, если пятый возьмет, будет супер неприятно, как минимум. Дулаки разваливаются. Опять же, стафы, перестафы. Спасает многих. Это очень хорошо работает. Но рыцари очень побитые. Просто слишком хорошо контролит хэппи. Почти ничего не теряет. А сам точечно забирает вражеских юнитов. Клэп сработал. Это хорошее замедление. Лечение от паладина. Мана у горного короля заканчивается. Скоро будет еще один молоток. И на этом все. Даже без ледяной брони. Офигеть. Ууу. Чуть не умер Питворд. Но чуть не считается. Стафает в последний момент рыцаря. Кто-то за счет этого выживает. И скоро сможет вернуться в бой. Мана у рыцаря смерти все еще каким-то образом есть. Паладин. Стафов больше нет. Поэтому плаладин умирает. И это гг. И что-то опять нет. Ну типа. Короче патчев много я поломал. Нет статистики. Ну вы сами видели. Матч прикольный. Альянс использовал грифонов. Это что-то новое. Не же через леча. Это не то чтобы что-то новое. Но это прям мета. Это мода. То есть сейчас все играют. И это на фоне того что было там 2 года назад все-таки небольшая перемена. Ну и как бы за счет хорошего чувства игры. Микрухи. Наверное мне кажется что романтику нужно было изначально много фокусировать. Внимание по именно вражеским юнитам. Вражеским паукам. Потому что там нет ледяной брони. И этим нужно было пользоваться. Потому что ну рыцари без ледяной брони. У противника очень быстро разбираются с пауками. И если бы там бегали просто 3 героя. С ними было бы гораздо проще разобраться. Грифоны не уверен что это хорошая идея. Но вроде как они неплохо до прыда времени работали. Вот как-то так. Спасибо большое что были со мной дамы и господа. Всем до встречи и удачи. Продолжение следует.